28 ноября в первом подъезде вспыхнул сильный пожар. Благодаря оперативности огнеборцев дом удалось сохранить. Но пламя успело повредить многое. Стены, лестницу, входные двери, окна, электрику. После пожара вообще очень страшно было, конечно. Все черное было, все закопченное. Но не только здесь, и в квартирах тоже закопченное все было. А потом все быстро рабочее сделали. Молодцы они. Оценив объем работ, глава города приняла решение делать ремонт за счет бюджета, а не управляющей компании. Чтобы пострадавшие жители как можно скорее могли вернуться в свои квартиры. Тем более, что дело шло к Новому году. И в конце декабря погорельцы вошли в чистый, обновленный подъезд. Лестничный марш, видно в каком он состоянии. Свежая покраска, все чистое, он был заменен. Можно подняться наверх, посмотреть, видно побелку. Главе, да, мы благодарны за ремонт. Сколько я здесь живу, я ни разу не видела у нас ремонта здесь. Однако первая же оттепель свежую побелку подпортила. С крыши обильно потекло. Жители утверждают, что в подъезде стояли лужи. Управляющая компания оперативно помочь не смогла. Лично сама я звонила 9 раз туда. Что сказали? Сказали, заявка принята на 10 раз. И с третьей квартиры женщина звонила. У жильцов возник вопрос, почему во время ремонта не сделали кровлю. Дело в том, что работы выполнялись в соответствии с результатом обследования после пожара. Меняли только то, что пострадало от огня. Остальные работы не выполнялись, какие-либо другие, которые не пострадали во время пожара. Разумеется, каких-либо работ на кровле не было, так как кровля не пострадала. Мария Иванова живет в этом доме 32-й год, с тех пор, как его построили. Рассказывает, что течь появилась еще лет 10 назад. Чтобы защитить квартиру от воды, они с мужем натягивают пленку. Квартира у нас с пленкой, я говорю, натянута, так что не течет. Вот к весне еще натянем, мы купили уже пленку. Пожар, видимо, проблему усугубил. В середине января жалоб стало больше, и на место выехала комиссия, куда вошли представители службы единого заказчика, подрядные организации, которая выполняла ремонтные работы, и управляющие компании. Осмотр показал, что крыша завалена снегом, а многие материалы на кровле давно пришли в негодность. Согласно акту обследования, имело место повреждение шифера в результате скопления снежных масс. Ввиду отсутствия пароизоляционного слоя, также имело место потеки, и пришла в негодность, полностью пришла в негодность утепления. Разумеется, кроме того, которое было заменено. Все это относится к видам работ, которые должны быть выполнены в рамках содержания общего имущества управляющей организации, чего своевременно сделано не было. Проще говоря, нужно поменять шифер, пароизоляционный слой и утеплитель. Часть работ, как утверждает представитель ГДУ-5, уже выполнена. Закупленные материалы в пути. Вчера была проведена работа, первая часть работы была вложена в пароизоляцию. Это позволит, во-первых, решить вопрос, чтобы не было протекания. Второе, сохранить те материалы, которые были использованы подрядчиком при ремонте крыши. Согласно предписанию администрации, завершить ремонт кровли управляющая компания обязана до 1 февраля. ГДУ-5 обещает не опаздывать. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания, Юганск.